Здравствуйте, меня зовут Дубяга Сергей Анатольевич, и я создаю коллекцию деревянных яиц из разных пород дерева. Резьбой по дереву я начал заниматься, когда учился в Велийском профессиональном колледже. Раньше он назывался ПТУ-48. Была специальная резьба по дереву. То есть это было в далеком 1992 году. С детства были какие-то увлечения. Где-то, как говорится, в лесу что-то увидишь интересное такое и хочется что-то сделать. Поэтому было такое, скажем, желание у самого. Ну вот после резьбы по дереву в Велийке я еще поступил в Молодежинский, тогда это назывался не колледж искусств, а Молодежинское музыкальное училище. И было открыто отделение декоративно-прикладное. Я туда вот, скажем, первый набор и первый выпуск этого отделения, это вот мой поток. То есть тоже декоративно-прикладное отделение, резьбой по дереву я там тоже занимался. И потом по распределению я как бы вернулся в Велийский район, сюда в дом ремесел, но это был не дом ремесел, а был районный здесь дом культуры. И вот в 98-м году это было. И в 2000-м году я с января месяца 2000-го года стал директором дома ремесел. Я вообще люблю точить на токарном станке, да, и разные, скажем, виды декоративно-прикладного. Что-то выточишь, где-то какой-то подсвечник, где-то какой-то стакан, такую рюмку деревянную красивую. А яйцо тоже, форма простая, решил так попробовать и, ну, и так тоже понравилась форма именно обработки дерева. В обработке все зависит от дерева, то есть есть разные породы дерева. Где-то помягче, где-то потверже. Ну, помягче, соответственно, и обрабатывается получше. А потверже надо, скажем так, приложить как-то и усилия, чтобы обработать это дерево. Мягкие – это вот липа, осина, да, они самые в обработке легкие. Затем вот ольха, береза, они немного сложнее, но тоже мягкие. А уже остальные деревья, те же самые и косточковые, вот вишня, груша, они, ну, как и, скажем, дуб, ясень, та же самая акация, в обработке уже более сложнее. Мне попалось дерево, зебриное дерево, скажем, это был такой кусочек дерева с гвоздями, то есть как-то тара. И я решил, текстура его очень красивая у него, я решил попробовать сделать из него из-за текстуры, прежде всего, яйцо. И так и понравилось, и вот такая задумка потом и была сделать именно из всех пород дерева. Даже здесь у нас, в Беларуси, еще можно творить и творить, а не говоря уже, что есть во всем мире. Ну, вот сюжет, как бы, наша белорусская природа, вообще во всех сюжетах что-то использует, что-то национальное. Ну, вот здесь вот наш белорусский гость. В некоторых работах я использовал и зубр, и медведь. Ну, опять же, тоже была задумка сделать наших белорусских зверей на яйца. Вот тоже такая вот была задумка. Времени по-разному, то есть где-то можешь и день просидеть и сделать за день, а можешь и за неделю. А это дерево осина. В основном используется осина или липа, вот для точения таких. Потому что оно мягкое, податливое и режется очень мягко. Ну, вот эта серия яиц выполнила Наталья Витальевна Сидарчик в технике ватинанки. Роспись именно под белорусскую нашу лейтенанку. Это деревянные яйца, я точил их, а она расписывала. А эта серия, это с аппликацией соломкой, сделала Лайзан Алла Викторовна. Тонируется. Потом вот оно соломкой, как аппликация, наклеивается. И потом еще покрывалась лаком. Ну, еще я планирую из фруктовых. Ну, яблоня, груша, та же самая слива, черешня. А так, тоже твердые такие сорта, как бук, граб. Ну, и хотелось бы попробовать более тоже, скажем таки, экзотические, которые мне, можно сказать, и не попадались. Ну, вот как секвойя, например, да? То есть она у нас и не произрастает. Или тот же самый кедр, который, как бы, есть. Ну, не у нас, а в России произрастает. Ну, хотелось бы тоже что-то попробовать. Музей яйца не моя идея была, да? Это был областной центр народного творчества. Мы выезжали с выставкой. И вот мы, как бы, сделали первую такую выставку своих яиц на областном уровне. И областной центр, вот тогда был такой, там, Каспирович Виталий Адамович, предложил мне, вот, говорит, а почему бы не попробовать, вот, сделать именно музей яйца декоративно-прикладного? Потому что музей, как бы, писанки уже был. А вот такого вот, именно декоративного яйца в музее не было. Все же не сразу, потихоньку. Ну, вот на стенах вы, я думаю, сможете увидеть и вытянанка яйца, да? Вот, то есть тоже разное. И те же самые из папье-маши яйца. И, ну, то есть яйцо не в любом его декоративно-прикладном проявлении. То есть в проявлении творчества. Дерево должно быть сухое, и заготовка должна быть чуть больше, чем, как бы, яйцо, которое планируешь сделать. То есть на обработку сантиметр-полтора. В доме ремесел я не работаю уже больше 10 лет, но занимаюсь творчеством, продолжаю, и я думаю, что и буду продолжать. Сейчас я в основном занимаюсь детским деревянным оружием, то есть изготовлением мечей, щитов, луков, арбалетов. И участвую в рыцарских фестивалях. Пасха для меня — это светлый праздник. Мы ходили в деревню всей, можно сказать, семьей, приезжали и ходили, скажем, по хатам. И именно на Пасху, ну, понятно, кто-то там, мы-то детьми были, а кто-то постарше там и выпивали. То есть весело было. Ну, витки, да, витки играли. И я вот помню с детства, что кошеки яиц домой точно приносили. Если именно про писанку, то в каждом регионе своя. То есть где-то кропинка, где-то запятая, там, как и другая. В этом есть, есть нюансы. В каждом регионе свое есть. В 2000 году я стал директором, а жена моя в 2003-м пришла в Дом ремесел тоже, как бы мы работали вместе. И она занималась, кроме вышивки, качества поясов, она занималась еще и росписью, и писанкой. То есть она умеет именно и на Пасху, она постоянно делает дома именно традиционную писанку. Субтитры сделал DimaTorzok